В фестивале были особые номинации, и мы сейчас представляем наших гостей. И тот самый Тувинский бал, мы посмотрим, как это будет. Пожалуйста, можно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И художественный руководитель коллектива. Мы сейчас хотели бы поговорить, собственно, вот про тот бал, Тувинский бал, верно? Да, верно. Расскажите, пожалуйста, как? Месяц декабрь – это месяц исполнения чудес и волшебства. И в культурно-социальном комплексе «Дворец труда и согласия» началась активная подготовка к проведению мероприятий, посвященного Новому году. Но сегодня я расскажу именно про отдел по работе с национальными культурами культурно-социального комплекса «Дворец труда и согласия». У нас начинается цикл проведения национальных новогодних мероприятий. И первыми у нас стартуют 8 декабря, это состоится у нас новогодний молодежный бал Тувинского объединения NSI, где все наши гости… Как переводится это? Енисей. Тувинского языка NSI – это Енисей. 8 декабря все наши гости смогут очутиться в новогодней настоящей сказке. Ну, а что там будет и какой формат, вам расскажет Чуйгана. Доброе утро. Мы проводим этот бал впервые. Именно в формате он будет как сказочный новогодний волшебный бал для студентов. В программе у нас танцы, песни, будем плясать, танцевать, играть. Ну вот, то есть это будет… А как можно… Ну, просто у меня не укладывается в голове вот Тувинский бал, я же правильно понимаю? Или все-таки нет? Да, смотрите, у нас всегда в начале это торжественное открытие обязательно с национальным уклоном. То есть сегодня у нас Оржак показал наш, ой, Тувинский номер, где одним из таких национальных номеров на открытие Тувинского балла. То есть открытие будет национальным, а талия уже обычный, привычный всем балл. Классический балл, где девушки в вечерних платьях, а юноши в смокингах. Оржак, хочется к вам обратиться. Скажите, вот только что мы услышали горловое пение, так правильно это называется, да? Да. А вот это о чем-то, как бы, песня, это какие-то слова пропеваются или это больше звуки? Да, там просто два вида горлового пения. Так, первый покажите. Первый – это каргюра. Как? Каргюра. А продемонстрировать его можно? Да. Ну, так, кратенько. А второй вид? Второй вид называется? Куми. Ага. Ой, я хочу попробовать. А можно вот первое? Это просто волшебный микрофон. Кто самый? Да, сейчас я попробую. Давай, давай, давай. Завтра... Не забирайся у нас, Серёжка. Яичко пить, Сергей. А у костюма можете с вами рассказать, что у вас за одеяние? Это национальный костюм, какой-то конкретно праздничный или, может, даже бытовой, не знаю. Повседневный? Нет, не повседневный. Это больше как бы праздничный. И вот узоры – это наш национальный орнамент. И обязательно у нас, вот, заметьте, на пуговице, у нас всегда в национальной одежде всегда вот такие пуговицы. Вот. И вот рукава тоже вот обязательно должны вот стоячими быть. Это только мужчины, разумеется. Да, ну, и у мужчин, ну, и у мужчин, и у женщин. Такие национальные костюмы. У нас это праздничный костюм. В нём, наверное, можно, собственно, и на бал прийти, да? Ну, на бал, который состоится 8-го числа, у нас не в таких традиционной одежде, да, только дресс-код. Там девчонок и на линии, да? Да, конечно, девушка будет в пышных платьях. Правда? Прямо вот настоящий по сфераме? Да, конечно, конечно. А у мужчины в... Как называется? В цилиндре ты имеешь в виду? В цилиндре, да. В цилиндре название? Ну, было бы здорово. Трось. Так появится очень пафосно. И на тройке лошадей. На 100%. Что ж, друзья, большое спасибо вам за утренний визит, за то, что вот попробовать далее, так же немножечко, ну, правильно исполнить песню, настоящую женскую. Правильно. Еще одно испытание для нашего ведущего сейчас будет. Нужно еще раз произнести имена наших гостей. Серьезно? Да. Итак, ребят, давайте мы еще разочек перед тем, как попрощаемся, напомним. 8 декабря... 8 декабря. Сбор гостей в 17.30. Это состоится в культурно-социальном комплексе Дворец труда и согласия имени Александра Николаевича Кузнецова. В колонном зале. Сбор гостей в 17.30. Ну, посмотрите, как четко, лаконично, интересно. Я уверен, что... Были такие умы, и было бы все хорошо. Здорово. Итак, А4, Жак, студент Института искусств. И также Гульнара Тулешова, специалист отдела по работе с национальными культурами Дворца труда и согласия. И Чойгана Кучелек. Спасибо огромное, что уделили нам несколько минут своего времени. Моя-моя. Продолжение следует...